Наш следующий репортаж из серии «Вы нам звонили». Жительницы Бородинского проезда 21 жалуются на коммунальщиков. Подвал их многоквартирного дома превратился в канализационный отстойник. Подъезды не убираются, а придомовая территория больше похожа на заезженную площадку для авторалли. Наша съемочная группа выехала по адресу, чтобы попытаться разобраться в проблемах на месте. И вот что попало в объектив нашей видеокамеры. Это кадр не с точной канализацией, а подвала в доме на Бородинке 21. Запах на весь подъезд. И ладно бы прорыв, его можно починить. Но жители жалуются, зловонное море здесь разливается чуть ли не каждый месяц. Это происходит от того, что канализация не попадает, вот эта канализация здесь и вода не выпадает в городской коллектор сбора трубы. Вот так мне ответили на письмо жилсервис. Это у нас давно происходит. Наш дом с 1961 года. У нас здесь, ну, я думаю, что ни разу ничего не проводилось. Работа закипела, как только жилищники увидели съемочную группу. Начали прощищать забитые до отказа трубы. А через 10 минут даже нашли источник засора. На трассе. Вот. И так вот вон кидают всю ерунду. Это вот из-за этого забивается? Да, да, да. Тряпки все. Вот эти полотенца вот все бросают туда. Все это отговорки считают жители и утверждают. Мусор им не больше, чем в других домах. Просто инженерные сети. Давно пора ремонтировать. А вместо этого жилищники сливают избытки канализации в подвал. Чтобы не первого на первый этаж, а вытекало в подвале все. У меня раз кот туда прыгнул, вот в это окно. Я домой пришел, он перед дверью сидит, засох весь в этой корке. Не переносил мыться. А тут молча я его душем отмывал горячим. Ничего не сказал. Ничего конкретного не сказал и главный мастер Реу-5. Одно лишь ясно, латать не будут. В Реу советуют жителям дождаться капремонта. Кардинально решить. Это надо менять инженерные сети все. Вис в подвале. А как это можно сделать? Куда жить? Региональный оператор есть у нас в Москве. Он решает. Сейчас дом стоит на капитальном ремонте. И будет ремонтироваться, будет меняться. В программу дом на Бородинке 21 включен к 2020 году. Но вот проблему грязных подъездов это не решит. Ирина Миронова купила квартиру в доме пять месяцев назад. И все это время женщина бьется с жилищниками за чистоту. Кажется мелочи. Немытые окна, расписанные стены в подъездах. Кто-то привык к этой бытовой грязи. Но Ирина за чистоту. Вот я живу пять месяцев. Ни разу здесь не убрались. За что с меня 4500 берут за уборку? Я не понимаю вообще, почему там убираются, вот в тех домах. Там люди, да? А здесь я не понимаю вообще. Я вот что не позвоню в Рео, говорю, спасибо. На этом все заканчивается. То есть пошли вы. Куда идти и с кого спрашивать, если местные Рео не реагируют на жалобы? Мы решили задать этот вопрос управляющей компанией Жилсервис. Нам ответили. О проблемах жильцов слышат впервые. Но пообещали, уже на этой неделе подъезды почистят. А позже в региональной программе проведут капремонт. Значит, в этом году там полностью будут отремонтированы все подъезды. А что это сейчас включает? Ну, это включает покраска стен, покраска потолков, замена почтовых ящиков, если требуется, там, межтамбурные двери, замена. Ну, то есть полный комплекс работы. Не мешало бы провести комплекс работ на придомовой территории. За домом грязное месиво вместо газона. Из благоустройства только мусорная площадка. Вместо посадок сплошные пеньки.